Сегодня у нас в гостях Настя Алексеева и с премьерой, на которой мы витаем. Ура! Спасибо большое. Ангелина в первом вопросе задала, а это в Киеве снималось? Да, мы снимали в Киеве, мы снимали на студии с потрясающей съемочной командой. Режиссером стала Маша Кондратенко, которая также со мной пишет песни. Поэтому она собрала очень классную съемочную команду, все очень талантливые ребята, и мы снимали такой крутой. То есть она написала песню и потом придумала, что вот такой клей будет? Да. Скажите, пожалуйста, а музыка, слова, это ваши или так же створены командой? У меня есть команда моих сонграйтеров, Маша и наш оранжировщик Миша. У нас с ними очень классные дружеские отношения сложились. И я рассказываю им про какие-то свои личные переживания, о которых я бы хотела спеть, и мы вместе делаем такие потрясающие песни. То есть я понимаю, вы проживаете, выкладаете им свою историю, и они умеют ее так бы обрамливать, правильно? Да, да. Они очень хорошо могут сложить все, о чем я хочу спеть, все, что я чувствую, сложить все это в песню. А вот как характеризируете сам вы свой стиль музыки? Потому что это не можно сказать, что это суто лиричная композиция. Не можно сказать, что это поп. Что это? Я бы сказала, что это, наверное, поджанр мелодраматик поп. То есть поп с такими нотками чувствительности и искренности. В этой композиции я бы сказал, что это идеальный саундтрек для какого-то фильма, для каких-то переживаний. Чи были такие идеи, когда писали? Прямо к фильму, конечно же, это было бы потрясающе, если бы одну из моих песен включили в какой-то фильм. Но я думаю, что вся наша жизнь, в принципе, как фильм и песни, которые пишут артисты, они как бы являются саундтреками к этим фильмам. Весь світ театр, а мы в ньому актеры. Это правда. А скажи, пожалуйста, в чем главная идея самомузики? Ну, знаете, иногда виконавцы вкладывают какой-то текст, ну, сенс в текст, а иногда это просто то, что на души, а иногда просто, чтобы потанцировать. З каким посылом створювали вы? Мой главный посыл, наверное, это передать какие-то мои личные переживания людям, а также сделать для людей песни, с которыми они бы могли переживать какие-то свои личные моменты. Так, а песня психолог? Да, да, вот в каком-то смысле, да. Вот именно саундтреки. Так, есть песня, а есть еще, может быть, премьерка в пятницу, это Новый год, правильно? Да. Да. Дуже цикапо послухать, про что она будет танцевальная, что это также будет лирично, что это просто включить на фончик и уже готовить салатик, как Ангелина каже, оливьешечка обовязково мает быть, просто делать и слушать. Да, песня называется «Загадаю тебя», она менее лирическая, чем мои другие композиции, то есть она вот именно, чтобы включиться, собраться всей семьей и прочувствовать все это новогоднее настроение. Так, а вот тут момент. Нещодавно только вышла эта песня, которую мы только что презентировали на студии. Тут уже будет премьера другой песни. Как так шутко выходит работать? Как так шутко выходит? Дестанционно. Это выходит как? То есть вы будете записывать голос, например, в Англии, передаете материал и тут же идет аранжировка и, соответственно, заведение, или как? Да, то есть мы написали песню, мне прислали аранжировку, я принесла ее на студию в Англию. Мои авторы там рассказали, как правильно, что где надо записать. Вот, мы все записали, потом скинули это все таким файлом и оно все было сведено в Киеве. А вот, знаете, ну окей, свит дистанционный зараз полностью, проте, чи складнейший для вас был процесс, ну легче набагато? Ну, было очень волнительно, потому что мы абсолютно не понимали, как это вообще получится. Но я бы не сказала, что было как-то супертрудно. То есть мы записали всю песню там за полтора-два часа записи. Конечно же, было менее весело, потому что обычно мы с моими авторами веселимся на студии, пока записываем песни. Вот, а дистанционный это как бы менее интересно, но получился очень хороший результат. Итак, песня одна, песня другая. Сказано, что сделанный альбом еще влитку. Моя быть презентация и когда это может быть? Уже альбом наступен на всех площадках. Он также называется «Выдумала», как и «Лид сингл». Ага. А весь альбом, он такой бирж лиричный, чи там набор разных композиций? В альбоме девять треков, и каждый из них очень-очень разный по настроению и по эмоциям. Есть более такие легкие, кокетливые треки, такие как «Бабочки» песня. Есть украиноязычная песня «За сынай», которая окутывает такими эмоциями тепла и уюта. А есть песни, например, «Уйди» или же англоязычная песня «Goodbye, my man», которые больше проецируют эмоции злости. Так, тобто в альбоме песни ризным умовам. Да, три языка присутствуют в альбоме. Получается шесть песен на русском, две на английском и одна на украинском. Ух ты! Поки что одна на украинском, так? Да, да. А в перспективе плануете больше спевать якою мовою? На самом деле, мне кажется, что можно петь на всех языках. Украинский безумно красивый язык, я его очень люблю, и он очень красиво мелодично звучит в песнях. И вот ту самую атмосферу уюта и любви, которую я хотела передать в этой песне, мне кажется, намного легче передать на украинском. Вот момент того, что, я так понимаю, вы легко владеете усіма трьма мовами, если вы можете ними спевать. Но, знаете, иногда ты говоришь украинскую одни, чтобы сказать это, например, англійською, тебе нужно найти какую-то конструкцию, чтобы все было набагато цикавейше звучало. А якою мовою, особенно вам, легче думать о песне, может, рассказать истории и выполнять их? Наверное, именно думать мне легче всего на русском в последнее время, потому что я больше общаюсь на русском. Но, опять же, это зависит от того, с кем я общаюсь в последнее время. То есть, например, если я в Англии, то мне уже больше как-то удобнее мыслиться на английском. Потом, если я приезжаю в Украину и общаюсь с русскоязычными друзьями, то мне легче на русском, ну и также на украинском. Вот, поэтому это микс всего, это всегда присутствовало в моей жизни. Так, Англия звучало слово, але питание, где будете святувати Новый рік? Праздновать Новый год я, конечно же, буду дома, с семьей здесь, в Киеве. Для меня Новый год это такой семейный праздник, когда вся семья может отложить какие-то свои конфликты, проблемы и собраться все вместе за праздничный стол и круто провести время. Стоишь же, ось такая красна в доме, прикрашались в Чищине? Да, да, уже украсили. Я сразу, когда приехала домой, сразу все, украшаем елку. У нас тут такая невеличкая традиция в Ранковой студии, у нас взагалі есть традиции. И мы ценуем, что мы буквально говорили про новые традиции, которые могут появляться в наших украинских родинах. Чи есть у вас новогодняя традиция, которую вы следуете, и вот такая, знаете, вона особливая, помимо других? Прямо какой-то супер особенного, ничего у нас нет на самом деле. Просто собраться все вместе, мне кажется, это самая главная традиция. Ну и, конечно же, загадать желание, написать на бумажечке, жечь и выпить шампанское. Эта традиция працюет? Да. Это, я бы сказал, было больше побажания. Загадать и еще бы не сбылось. Это так? Да, конечно. Я просто чему запитую, потому что попереду Новый рейк, но глядачы думают, как лучше спонувати эти бажания, чтобы они здействовались. Как лучше так подготовиться? Если у вас уже есть альбом, еще и девять песеней, и разными мовами, мне кажется, что это тоже когда-то была мрия, и она здействовалась. То что, например, вы мраете, сделаете в наступном уроке? И каким способом лучше достигнуть этой мрии? Может быть, порада будет для телеглядачей? Ну, в отношении меня, у меня очень много целей и планов, связанных с творчеством на следующий год. Я на самом деле, у меня нет какого-то четкого плана пока что, но 100% будет много новых треков, много новых клипов, релизы, может быть, какие-то концерты. А дуэты? А может быть и дуэты. А что думали вы, кто-то может быть? На самом деле, пока нет. У меня есть пара друзей, которые тоже занимаются творчеством и поют. И были, на самом деле, разговоры с одной из моих подружек, что вот, может быть, мы сделаем дуэт. Вот концерты. Чи есть планы на майбутние сольные концерты? Может быть, какие-то турне, навіть? Пока что именно каких-то прописанных планов нет, но, конечно же, это есть в моих планах на будущее. И когда появится для этого нужная аудитория, то 100% мы сделаем какой-то концерт. Например, на Атлас-викенде, да? Да. Ну да. Начинаем с легкого. Что-то таки минимально. Да, да. 100 тысяч людей. Усепоступово. И давайте теперь на завершение спробуем побажать глядачам что-то и, может, дать пораду, как сделать так, чтобы все божания здействовались. Да, конечно. Очень круто. Очень круто. Порада от Настя Алексеева. Хочете что-то досягнути? Працюйте на этом. Відповідно, 100% это сбудется. Потому что, если у тебя есть какая-то снега, у тебя есть работа, то, соответственно, дойдешь до цієї мети. Друзья, а мы еще раз дякуем за то, что вы посмотрели это видео, и мы надалее будем готовить для вас интересные и актуальные темы. Найголовное, что всегда будьте вместе с нами, оставьте свои понравения, пишите комментарии, и, конечно, расскажите нам, какие темы вас интересуют. И уже в эфире мы их обговорим. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok